Молитва. И национальный танец перед тренировкой, а еще и после каждого забитого мяча ворота соперника. Это неотъемлемый ритуал сборной команды Сенегала на чемпионате мира по футболу. Отказываться от традиций ни игроки, ни тренеры не намерены даже на таком серьезном турнире. Это принадлежит нашей культуре. Это культурное дело. Радость, мир, гостеприимство, счастье. Можно танцевать после гола. Но серьезно подходить к тому, что происходит на поле. Футбол – это не вопрос жизни и смерти. Это шоу. Футбольный спектакль между сборными Сенегала и Колумбии пройдет в Самаре в четверг. Обе команды настроены очень серьезно на этот матч. Ведь от его результата зависит, кто из этих национальных сборных продолжит борьбу за Кубок мира. Пока в группе H. Сенегал занимает второе место, Колумбия третье. И соперников разделяет всего лишь одну очко. Чемпионат мира иногда проигрывают или выигрывают в каких-то мелочах. И мы выступим замечательно и покажем, что мы отличная команда. Мы собираемся фокусироваться на нашей команде. Мы знаем, что все сенегальцы хороши. Нам нужно быть отличного, морально настроенными на противника. Колумбийский тренерский штаб досконально изучил команду Сенегала. Каждого игрока. В каком клубе играет, в каком стиле. И пришел к выводу, что матч получится очень тяжелым. Ведь многие футболисты прошлый сезон провели в чемпионатах Испании, Франции и Англии. Тем не менее, сборная Колумбии готова дать бой сопернику. Моральное состояние у нас отличное. Я думаю, что мы просто должны быть оптимистично настроены. Вся команда хорошо работает. Я не могу выделить каких-то игроков или связки. Они все играют великолепно и так, как нам нужно. Над какими стандартами, которые могут принести победу в заключительном матче группового этапа той или другой команде будут работать футболисты, журналисты не увидели. Тренера раскрывать козыри не стали. Пообещали, что все самое интересное фанаты футбола увидят на официальном матче чемпионата мира на газоне Самара-Арена. Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.